Ремонт социальных объектов, подключение жилых домов к центральному отоплению и строительство новой котельной. Эти вопросы уже не первый год волнуют жителей села Коткино. Об этом и других проблемах сельских жителей в следующем материале нашего корреспондента Александры Литковой. Репетиции народного ансамбля «Суляночка» проходят не в самых комфортных условиях. В помещениях сельского дома культуры зимой, мягко говоря, прохладно. Капитальный ремонт здания, которому почти 50 лет, запланирован на 2022 год. Согласно проектной документации, здесь утеплят крышу и частично заменят конструкции. Осталось дождаться финансирования. Школа и детский сад также нуждаются в частичном ремонте. У нас сейчас на данный момент два здания – школа и садика. Юридически это одна организация, но они находятся в разных местах. Оба в этих зданиях необходимо ремонтировать. Проблема в садике в том, что там систему отопления сейчас поменяли. В этом году там достаточно тепло, но нужно, необходимо делать утепление и замену балок, нижних несущих полов, фундамент смотреть, потому что это все деревянное, все на болоте стоит. Утеплять стены необходимо и в сельской школе. В первую очередь на первом этаже, где зимой иногда приходится учиться верхней одежде. Самое холодное помещение – спортзал. Уроки из-за низких температур здесь не проводятся. Отапливаются в Коткино, как и в большинстве окружных сел, в основном углем. Сергей Тетерин говорит, что для поддержания тепла в доме зимой в сутки приходится наколоть и занести в дом до трех ведер угля. Двери отдельно сделаны на кочегарку, а это на квартиру. Уголь приносим, вот специально закупаем, привозит трактор. А потом зимой носим в ведрах, заносим кочегарку, потому что котел только у каждого, квартира своя, свой котел отдельно. У каждого уголь тоже так же привозят отдельно и топим вот всю зиму. Зима в этом году суровая, поэтому и топить приходится часто. Да и уголь, по словам сельчан, не всегда привозят надлежащего качества. Сложнее всего зимой приходится, конечно, пенсионерам. Потому что ведь уголь надо носить, ведь все это руками делается. Долбить, он же замерзает тоже. Снегом заносит, все, откапывать надо. На сегодняшний день больше всего жители Коткино, дома которых еще не подключены к центральному отоплению, ждут строительства второй котельной. У нас село делится на две части. В одной части тепло есть, во второй нету. Конечно, это бы хотелось. И для нас, депутатов Заполярного района, лично для меня, перевод на центральное отопление всех сел – это основа. Но для этого нужны деньги. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет достаточного количества финансовых средств, чтобы мы могли самостоятельно это построить. Половину села подключили к центральному отоплению почти два года назад. Однако до некоторых домов тепло не доходит. Жители уверены, все дело в диаметрах труб, которые не соответствуют нормам. Пускай они в эту весну, пускай они вот эти трубы вытаскивают и другие настоящие делают. Пролаживают. Мы же не виноваты, что их не хватило. Мы же платим за тепло, а не за холод. Однако мы заодно платим за холод. По словам главы сельского совета, трубы соответствуют всем инженерным требованиям. А тепло может не доходить до жильцов из-за того, что они плохо утеплены. Или система отопления в домах требует ремонта. Специалисты свежего сервиса, они приехали, прошлись по каждому дому, посмотрели каждую систему отопления. То есть порекомендовали жителям, что можно сделать. Потому что у кого-то нужно реконструкцию системы отопления делать, потому что неправильное расположение труб, радиаторов и так далее. В том числе у нас одна из наших муниципальных квартир, нужно будет заменять участок трубы. Потому что заужение диаметра идет, соответственно струкляция хуже. То есть, ну это все устранимо. Данную проблему и ряд других вопросов, в том числе федерального уровня, жители села озвучили и на встрече с депутатом Государственной Думы Сергеем Коткиным. Я провел прием по личным вопросам граждан. Кстати, очень хорошая была встреча, очень насыщенная. Жители много поднимали вопросов, причем вопросы именно федерального уровня. Задавали вопрос по недропользованию, по недрам, по жилищно-коммунальному хозяйству, по отоплению. В общем, целый комплекс вопросов. Проблемы пока остаются, но справедливости ради хотелось бы отметить, что Коткино – одно из динамично развивающихся окружных сел. Молодежь после получения образования все чаще возвращается домой. Строятся новые дома, а еще Коткино по праву считается спортивной столицей Заполярного района. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.